Что ты, вы предлагаете Кавказам взамен России? Что будет у Кавказов без России? Как себя прокормить сможем мы? Есть ответ. Да, конечно, есть. Конечно, смогут. И это очевидно, дорогие друзья. Неужели вы не понимаете, что Кавказ, он кормит Россию, а не Россия кормит Кавказ? Это заблуждение, которое, к сожалению, у нас распространили на Кавказе, и многие на эту утку клюнули. Вы думаете... Осетия. Тумсо, а как Кавказы себя прокормить смогут? Нефти в Чечне на весь Кавказ не хватит. Без помощи из Москвы дотаций смогут Кавказы жить и развиваться. Что можешь на это ответить? Конечно, смогут. И это очевидно, дорогие друзья. Неужели вы не понимаете, что Кавказ, он кормит Россию, а не Россия кормит Кавказ? Это заблуждение, которое, к сожалению, у нас распространили на Кавказе, и многие на эту утку клюнули. Вы думаете, почему у нас не развивают промышленность? Почему в Чечне не строят нефтеперерабатывающий завод? Именно, чтобы вы не поняли в какой-то момент, что это мы кормим Россию. Нас специально держат в такой ситуации, вот этой дотации, чтобы мы думали, что мы от них зависим. Поймите это. Конечно, нет. Конечно, мы от них не зависим. Это она зависит от нас. Это они выкачивают у нас нефть, иные ресурсы, пользуются нашими портами. Это они все это делают. Если их не будет, то это все будет идти к нам, на наше благосостояние. У нас в Чечне есть нефть. В одном районе Ингушетии, Малгобекском, тоже есть нефть. В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, в этих горах, там у нас есть полно полезных ископаемых. У нас есть возможность развивать промышленность. У нас есть возможность создавать какие-то экономически выгодные зоны для привлечения иностранных инвестиций. Просто создайте в нескольких республиках, допустим, Кавказа или в одной. Создайте офшорную зону. Все. Это для вас Панама или Дубай. Туда потянутся иностранные капиталы. Просто создайте условия. Они, понимая это, они специально не дают нам. Понимаете? Почему вы думаете, у нас нет никакого производства на Кавказе? Потому что мы тупые? Потому что мы не можем его поставить? Или потому что нам не дают? Даже вот этот Кадыров, он даже понимает, что производство, хоть какое-то производство, дало бы экономике рост. И он пытался этот нефтеперерабатывающий завод дать его построить на территории Чечни, но его не строят. Даже капсулу заложили представители Роснефти, но строительство завода не начали. Потому что один такой завод на территории Чечни огромный вклад сделает в экономику Чечни. Это выведет ее из статуса дотационного региона. А когда народ поймет, что он не дотационный, а наоборот, он дает прибыль федеральному центру, тогда этот народ захочет отделение, он не захочет кормить этих людей. Понимаете? Чтобы этого не было, нам с вами не дают этого развития. И не дадут никогда. Вот так развиваться мы с вами сможем только, когда мы станем свободными. Просто подумайте об этом союзе территориально, масштабно. Просто подумайте об этом. Посмотрите на Кавказ, на карте. Посмотрите, насколько это будет мощный игрок в регионе, если это будет отдельное государство в рамках всего Кавказа. Ну, союз государств, как Европейский союз. Представьте выход на два моря. В Дагестане есть выход на Каспийское море. У Грузии есть выход на Черное море. Это два порта. Мощнейших два порта. Это огромный товарооборот. На Грузию товары идут со всего мира. Каспий – это товарооборот с Казахстаном, с Азербайджаном, с Ираном. Представьте себе, какие открываются для нас возможности. Конечно, сможем. А посмотрите на туризм. Как вы считаете, Кавказ – это туристическая все-таки зона? Конечно, да. Сегодня этот туризм очень слабо развит, потому что туризм развивать у нас тоже не заинтересована Россией. Она не заинтересована в том, чтобы к нам со всего мира приезжали на Эльбрус, на Дамбай, горы Карачаева, Черкесии. Они в этом не заинтересованы. Посмотрите на свободную Грузию и посмотрите, сколько туристов ежегодно приезжают в свободную Грузию. Столько же туристов приезжали бы и на территории северо-кавказских курортов, если бы мы с вами были свободны. И россияне бы приезжали, и со всего мира туристы. Вы думаете, Эльбрус – это не всемирная туристическая точка? Это всемирное, это всемирно известное место. Это как Эверест. И туда тянулись бы со всего мира. У нас очень много таких сфер, в которых мы будем развиваться. И туризм – это одна из них. Просто поразмышляйте немного над этим. Мы бы смогли стать очень и очень экономически развитым союзом. Я их сочетаю. Томсов, в чате тебе задал вопрос азетинский блогер. Он спросил, что ты, вы предлагаете Кавказам взамен России? Что будет у Кавказов без России? Как себя прокормить? Сможем? Есть? Себя прокормить сможем? Есть ответ. Да, конечно, есть. Это как раз та тема, которая мне очень интересна. И на которую я хотел бы разговаривать с представителями разных кавказских народов. Особенно с осетинским народом. Так как, на мой взгляд, осетины – это самый такой наглядный пример опасений за свое будущее. И этому есть объяснение. Понятно, что многие осетины думают таким образом, что если уйдет Россия, то вот эти окружающие кавказские республики, они все нам враждебны. Вот, значит, с ингушами есть территориальный конфликт. Тем более есть шестидневная война, определенная ненависть есть друг к другу. И что теперь все остальные тоже им помогут. Плюс еще Грузия, с которой есть конфликт на почве Схенвальского региона, так называемой Южной Осетии. У них есть эти опасения, они считают, что гарантом их безопасности является Россия. И вот, бывший Гурман, почему осетины так боятся остаться голодными, будем кушать пироги, в чем проблема? Это, на самом деле, это опасения не только осетин, это вообще в целом многие задаются этим вопросом, потому что, ну, так, целое поколение так воспитано. И у нас думают, что нет, вот Россия дотации не даст, мы с голодом умрем. Конечно, нет, Россия будет просто в шоке от экономического развития, которое у нас будет. Когда Грузия, когда произошла революция РОЗ в Грузии и пришел к власти Саакашвили, рост их экономики в пять раз увеличился. Представьте, какой это рост, вы можете себе представить? В пять раз, пока Грузия была под Россией, Шеварнадзе это все-таки, он был пророссийским человеком. Как только она избавилась от этого пророссийского президента, туда пришел независимый лидер и стал развивать страну, ее экономический рост составил x5. Вот у нас произойдет нечто подобное. Как только от нас уйдет Россия, наш экономический рост каждой страны и в целом союза будет, я думаю, также x5. Это прям... Это прям... Субтитры создавал DimaTorzok